Об очередном раунде переговоров мы поговорим с Михаилом Нижмаковым, политическим аналитиком. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Михаил, как вы оцениваете алматинский раунд переговоров? Все-таки можно ли его назвать плодотворным? Пока информации по итогам переговоров было не так много, это в принципе нормально, что переговоры на уровне Галахмид, когда обсуждаются такой серьезный вопрос, как мирное соглашение, идет с, будем так говорить, минимальным информационным фоном, поскольку как раз на этапе наибольшего режима тишины могут решаться наиболее значимые вопросы, которые важны для того, чтобы мирное соглашение было подписано. По косвенным признакам можно говорить, что, во-первых, скорее всего, если бы не было надежд на серьезные подвижки по мирному соглашению, не было бы и, возможно, такого, достаточно неплохих темпов подвижек по делимитации демаркации границы, которые мы наблюдали параллельно. Кроме того, мы видим, что, как минимум, накануне переговоров стороны упоминали о таком важном моменте, как разблокирование коммуникаций, то есть, как минимум, о том, что есть расхождение по этому поводу, но переговоры ведутся. Это также момент, который, скорее всего, будет отражен в мирном соглашении и который является таким важным камнем преткновения между Баку и Ереваном. То, что это упоминается и затрадивается, тоже может говорить о том, что некоторые здесь подвижки тоже могут быть. Но и плюс к этому действительно тот факт, что переговоры проходят на таком уровне, впервые без посредников, если мы говорим именно о встрече глав МИД, поскольку все-таки по делиментации границы прямые переговоры уже проходили между вице-премьерами профильными Арвении и Изабайджана, тоже может говорить о том, что есть определенный прогресс в вопросе о мирном соглашении. То есть, надежда на то, что мирное соглашение может быть подписано в этом году или, по крайней мере, очень серьезные шаги вперед в этом направлении будут сделаны, как раз присутствует и есть для этого опора на факты и на темы переговоров. На данный момент в Армении, как мы видим, происходит выступление определенных сил, которые выражают свое недовольство всем мирным процессам. Все-таки смогут в Ереване убедить свое общество в том, что вот этот путь, мирное соглашение с Азербайджаном, это единственный верный путь для дальнейшего развития Армении. Ну да, мы видим достаточно заметную протестную кампанию в Армении. В принципе, это ожидаемо, что всегда будет часть общественности, тем более после того, как подвижки по регулированию только начали проявляться, проявляться, так сказать, что в Армении будет присутствовать этот част общественности, которая, так сказать, высказывает недовольство или тревожность по поводу процесса деримитации границ и переговорного процесса. И мы помним, что в предыдущие годы также любые даже слухи о неких подвижках в переговорах между Баку и Ереваном становились поводом для жесткой критики в адрес правительства Армении со стороны оппозиции. В принципе, пока мы не видим такой ситуации, чтобы нынешняя протестная кампания поставила под кардинальный удар позиции Николы Пашиняна. То есть мы помним, что за последние несколько лет было несколько очень серьезных протестных всплесков в Армении по массовости таких кампаний. Тем не менее, они не приводили к смене правительства, не ставили под угрозу всерьез внутриполитические позиции Николы Пашиняна. Более того, мы помним, что и парламентскую кампанию 21-го года к гражданскому договору партии Николы Пашиняна удалось провести в свою пользу на фоне довольно заметной активности оппозиции и протестных акций. То есть пока нет явных предпосылок к тому, что эта протестная кампания всерьез помешает темпам переговоров, возможно, что Ереван может на нее сослаться как на дополнительный фактор, чтобы в какие-то моменты переговоров уйти, будем говорить так, детали на более длительное время обсуждения, но, тем не менее, кардинально на там переговоров ряд ли все-таки это сейчас повлияет. Ну, в целом, любые прямые переговоры – это, конечно же, шаг вперед, но есть и другие такие токсичные интересанты, которые ведут двойную игру. Это вот наподобие Парижа. Все-таки, как вы считаете, куда Армения пойдет дальше? Ну, да, если говорить, в принципе, во внешнепатическом курсе Еревана, мы видим, что сохраняются элементы балансирования Еревана между разными центрами силы. То есть, например, не так давно Никол Пашинян посещал Москву, проводил в том числе прямые переговоры с Владимиром Путиным, но, тем не менее, одновременно практически последовали заявления о приостановке на данный год финансирования участия Армении в ОДКБ. То есть, мы видим, что это скорее такой режим сложных, и гиршистых по своему переговору Еревана с Москвой, и стремление армянской стороны в то же время прощупать ситуацию, насколько западные игроки способны на практике дать Еревану не эти гарантии, не ей формы поддержки. То есть, скорее всего, вот такая тенденция, она будет продлиться весь нынешний год. То есть, будут периоды чуть более активных переговоров между Москвой и Ереваном. Будет постоянное, скорее всего, проявление внимания той же самой Франции к Армении, и будет довольно-таки неравномерное, скорее всего, внимание к ситуации на Южном Кавказе в стороне США, потому что мы знаем, что сейчас приближается решающая фаза президентской кампании в Соединенных Штатах. То есть, скорее всего, период примерно с июля-августа до ноября, как минимум, скорее всего, внимание США и к Южному Кавказу в целом, и к Еревану снизится. А в случае, если произойдет смена администрации в Соединенных Штатах, то, скорее всего, и до января такая тенденция продлится, когда уже следующий президент США вступит в должность. То есть, конечно же, это создает для Еревана определенные риски, и это работает на то, чтобы правительство Никола Пашиняна вот такую балансировку между разными садами Санкт-Петербурга сохраняла. Ну и здесь стоит отметить, что в свое время визиты президента Казахстана Касана Ромарта Атакаева в Баку сначала, потом в Ереван в течение нынешней весны, это не только могло быть некой предварительной подготовкой к тому, чтобы на площадке Казахстана прошли переговоры нынешние между Держком Байрамовым и Ромартом Мирзояном, но и, возможно, к некому попытке заявить себя как посредника и в переговорах между Ереваном и Москвой. Мы помним, что, в общем-то, начинавший именно карьеру в Казахстане, нынешний генсек УДКБ Ивангалец Магомбеков в свое время тоже приезжал в Ереван конце прошлого года. Если возвращаться в целом, то мы можем увидеть, что будет, с одной стороны, сложный формат переговоров между Москвой и Ереваном в целом ближайший год, с другой стороны, и западные городки, скорее всего, далеко не в том объеме смогут оказать поддержку Еревану, в какой это могут рассчитывать наиболее оптимистичные представители армянского руководства. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, что на сегодняшний день продолжает мешать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией? Ну, понятно, что остаются камни претновения определенные, где позиции сторон расходятся. Вот то же самое с блокированием коммуникации, где традиционно разные взгляды были на этот процесс, кто будет контролировать ситуацию на этих логистических маршрутах, как это будет проходить, какие гарантии безопасности на этом маршруте будут. То есть, понятно, что всегда на последние этапы переговоров остаются наиболее сложные вопросы. Поэтому темп переговоров именно на таких заключительных этапах перед вероятностью заключения соглашения может несколько замедляться. Это обычная ситуация, мы по мировому опыту это видим. То есть, сложные вопросы остаются, да, но шанс на то, что они будут в рамках переговорного процесса решены, также достаточно высок. И скорее тот факт, что, как я уже говорил, внимание некоторых западных игроков, в случае те же США, к Южному Кавказу может несколько снизиться в ближайшие несколько месяцев, это может в итоге тоже сработать, как и дополнительный фактор, ускоряющий переговоры, поскольку в этой ситуации, да, у того же Еревана все-таки более уязвимой становится позиция, и это дополнительный фактор, который будет подталкивать, да, ну, в случае Николу Пашиняну к тому, чтобы темп переговоров не останавливался. Спасибо большое за ваш комментарий. Михаил Ежмаков, политический аналитик, был нашим гостем.